В эфире служба новостей Саров-24, в студии Екатерина Пионова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Важный визит. Президент России Владимир Путин прилетел в Саров. Адресная инвестиционная программа на 2021 год. Депутаты продолжают обсуждать главный финансовый документ города. Зодчество 2020. Воспитанники детской школы искусств стали лауреатами международного архитектурного конкурса. Президент России Владимир Путин все-таки прилетел в Саров. Напомним, что главе государства планировали представить разработки ядерного центра и цифровые продукты Росатома. Личные поездки президента по региону в непростое время очень редки. Поэтому то, что глава государства на следующий же день после нормализации погоды посетил Саров, говорит о важности визита. Также организаторы планируют выйти на прямую связь с Усольем Сибирским, где идет восстановление инфраструктуры силами Росатома. Подробности о визите президента России расскажем в ближайших выпусках новостей. Андрей Немчинов стал заместителем председателя городской думы. Его кандидатуру депутаты единогласно поддержали на сессии 26 ноября. Работать он будет на постоянной основе. Первый заместитель – это, по сути, правая рука председателя Антона Ульянова. Андрей Немчинов будет заниматься организацией работы думы и взаимодействием с депутатами. Вакансия второго заместителя на освобожденной основе пока вакантна. А вот третьим заместителем станет Евгений Михеев. Занимать эту должность он будет на общественных началах, совмещая с основной работой в качестве начальника отдела по подбору персонала ядерного центра. Действительно, депутатская деятельность связана с общественной деятельностью и очень сильно переплетается. Опыт работы в этом направлении достаточно огромный. Еще со студенческой скамьи возглавлял и в Нижнем Новгороде, и с Архты. И, работающий уже в будущее в ядерном центре, очень много за него уделял внимание взаимодействию с молодежью, взаимодействию с общественными организациями. И сейчас уже получил достаточно серьезный опыт, когда был депутатом шестого созыва. Его кандидатуру поддержали единогласно. Евгений Михеев рассказал, что городу нужны волонтеры для того, чтобы развозить после ночной смены врачей, лечащих больных коронавирусом в стационарах. Часть депутатов уже этим занимается, но людей не хватает. Единственное условие – возраст старше 18 лет и наличие собственного автомобиля. По всем вопросам обращаться по телефону 8 930 716 3713. Также в Думе продолжают обсуждение главного финансового документа города бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года. На очередном заседании планового бюджетного комитета депутатам представлено рассмотрение адресно-инвестиционную программу. Подробности далее. Инженерная инфраструктура в поселке Многодетных на улице Нижегородской полностью готова. Транспортную завершат к концу года. Владимир Еминцев рассказал депутатам о том, какие объекты капитального строительства выполнены в этом году, а какие готовятся к сдаче. Так завершена реконструкция общежития на Менделеево 54. Введение здания в эксплуатацию позволило разгрузить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Полностью закончена реконструкция лыжной базы. С опережением графика возводится школа на улице Зорге. А вот с благоустройством набережной в районе Маслихинского моста не все так гладко. Все в курсе, с какими трудностями приходится встречаться, потому что мы это постоянно указываем и так далее. Подрядчик пришел из Смоленска, но не готовый к таким видам работ не только по своему техническому персоналу, но и по квалификации, и по финансовому состоянию. Поэтому очень сложный объект дается. Большая часть работы выполнена. Стались лестничные сходы, без которых объект не сдашь. Завершается реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод. Объект ремонтирует на средства, выделенные по программе «Чистая Волга». По ней же идет реконструкция канализационных очистных сооружений. Работа рассчитана на три года. Объект находится под контролем губернатора и министерства ЖКХ. В этом году мы решили начать благоустройство бульвара 15-го микрорайона. Проект давно. Потребности в данном объекте, они налицо, потому что еще когда садик построили 8-й, было понятно, что подходов к данному объекту с трех сторон нет. По словам Владимира Еминцева, объект будет готов к сдаче, как только закончит устанавливать осветительные опоры. В следующем году планируют начать строительство дорог на Чапаево к новой поликлинике Негина, реконструировать стадион седьмой школы и благоустроить детский парк на Сосино. На ремонт дорог в следующем году планируют выделить 27 миллионов. Однако, как отметили депутаты, этих денег мало. Обсуждение бюджета продолжит 1 декабря. Канал 16 будет вести прямую трансляцию заседания в своих группах в социальных сетях и в Ютубе. В России стартовала акция Boom Battle. В рамках мероприятий школы будут соревноваться друг с другом по сдаче макулатуры. Соревнование пройдет как офлайн, так и в социальных сетях. Для участия в акции нужно выполнить простые условия. Сдать макулатуру в своей школе, выложить пост в социальных сетях Instagram или TikTok с хэштегом Boom Battle. А также подать заявку об участии на официальном сайте акции boombattle.rf. Итоги акции подведут в конце декабря. Центральный банк России выпустил памятные монеты крокодил Гена серии «Российская советская мультипликация». Монеты номиналом 3 рубля сделаны из серебра, а номиналом 25 рублей из недрагоценного металла. На серебряной монете на лесовой стороне герб России. На оборотные – цветное изображение крокодила Гена и чебурашки на фоне вокзала. Монеты из недрагоценного металла представлены в двух вариантах – цветном и бесцветном. Серебряные монеты достоинством в 3 рубля выпустили тиражом в 7 тысяч штук. Стартовало народное голосование на премию Рунета. Отдать свой голос можно за лидеров мнения, медиа-менеджеров, блогеров и других лидеров интернет-пространства. В номинантах Алексей Пивоваров, Антон Красовский, Ирина Шихман и многие другие. Голосовать за этих и других персон Рунета можно до 1 декабря на сайте народ.premiaruneta.ru. Итоги подведут 3 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последнее время в числе заболевших увеличилось количество людей из группы риска. До 16% выросло количество зараженных саровчан старше 65 лет. И нас это очень тревожит, потому что это именно те люди, которые потом переходят в средне-тяжелые и тяжелые формы. Это те люди, которым требуется госпитальное лечение. И это те люди, к сожалению, которые могут умереть. Поэтому, понимая это, мы сейчас проводим в городе второй этап вакцинации против гриппа. У нас доказано уже значимое влияние вакцин против гриппа, особенно адювантных вакцин, на течение ковида. При этом примерно на 20% снижается тяжесть поражения от коронавирусной инфекции у тех, кто сделал прививку от гриппа. Полную версию обращения главного государственного санитарного врача Сарова Ирины Игнатьевой смотрите на нашем канале в Ютубе и в эфире телеканала Саров-24 в рубрике «Без комментариев». В середине ноября в гостином дворе в Москве состоялся 27-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2020». Воспитанники архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств представили на конкурс 20 работ. Шестеро юных саровчан получили дипломы лауреатов в номинации «Лучший архитектурный проект. Макет. Калаш из творческих работ». В год 45-летия Детской школы искусств ребята и преподаватели стали триумфаторами Международного архитектурного фестиваля «Зодчество». Самым молодым лауреатам чуть больше десяти, но они уже успели зарекомендовать себя как изобретательные и аккуратные мастера. Шестиклассница Алена Царькова представила на суд жюри трехмерный макет часов, выполненный в готическом стиле. Сначала мы выбирали стиль, потом делали рамки, потом здание, график расписывали, потом выбирали часы и затем часы делали объемными. Другой ученик Детской школы искусств Александр Макаров решил совместить изобразительное творчество и архитектурные элементы. В его жирафе безошибочно угадываются знаменитые соборы Западной Европы времен Средневековья. Я ее рисовал примерно месяц. Самое сложное это были, это был самый жираф и эти розы. Преподаватель Людмила Самойлова не скрывает гордости за своих воспитанников. Она посвятила работе с детьми много лет и уверена, что успех каждого ребенка складывается из двух составляющих. Усердной работы и качество, которое присуще только настоящим художникам. Конечно, желание творить это впереди. Помощь взрослого, она помогает быть уверенным в своих силах. Научить, просто научить, можно какую-то механическую работу. А вот без желания, конечно, такого результата не получить. Отличный результат показали и старшие воспитанники архитектурно-художественного отделения. За проект музейно-выставочного комплекса «Панорама» Дарья Токтарова была удостоена звания лауреата. А Константин Степанов и Александр Благовай получили дипломы Союза архитекторов России. Многослойная одежда, разминка и постепенное увеличение нагрузки. Наступившие холода – это не повод забросить занятия физкультурой на свежем воздухе. Чтобы чувствовать себя комфортно на зимней спортивной площадке, достаточно соблюдать простые правила. О том, как тренироваться при минусовой температуре и не заболеть, расскажем далее. Коньки, лыжи, сноуборд – традиционные зимние активности. А еще бег и разминки на свежем воздухе. Тренировка на улице – хорошая идея, если вы грамотно подготовитесь. В первую очередь наденете синтетическую спортивную одежду. Хлопок здесь не подойдет, поскольку он быстро намокнет от выполнения упражнений. Потом будет долго сохнуть и забирать тепло. На голову подойдет синтетическая шапочка, на ноги – зимние кроссовки с хорошим протектором. Перед тренировкой на улице нужна домашняя разминка. На морозе разогреть мышцы будет труднее. Растяжка, бег на месте, прыжки, приседания – все это можно сделать до выхода из дома. Важно выбрать безопасный маршрут. Избегайте скользких участков и ветреных мест. Скользких участков, понятно, делаем упражнения какие-то, либо бежим, скользко, подскользнулись, подвернулись, упали, возможно, травмы. Дальше не рекомендуется бежать и уж тем более идти по ветреному участку, в конце тренировки особенно. Потому что ветер очень быстро забирает тепло, и есть риск простудиться. Если вы никогда не занимались на улице и решили начать, тренировки нужно вводить постепенно. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к нагрузкам на холоде. Оптимальный старт – 10-минутные тренировки, которые можно увеличивать до 45. Заканчивать тренировки лучше в тепле. То есть рассчитывать маршрут, опять же, для бега, либо место для тренировки таким образом, чтобы все это заканчивалось максимально близко к вашему дому, либо к какому-то теплому помещению. Чтобы по окончании тренировки вы быстро дошли до теплого помещения, поменяли влажную одежду, приоделись, ну и сделали хорошую растяжку. Специалисты не рекомендуют занятия спортом на холоде людям, у которых есть проблемы с сердцем. Всем остальным упражнения на открытом воздухе помогут укрепить иммунитет. Фонд Майя медицинского образования и исследований обнаружил, что зимние тренировки могут снизить риск заражения гриппом на 20-30%. Лакомство, которое лечит, о чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. С 27 по 29 ноября там пройдет выставка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальна смена температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 27 по 29 ноября с 10 утра до 5 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова